Отдельные особи, раз ничего не происходит, начинают бомбиться Это то, о чем ты говоришь Это и есть сам процесс Это и есть само действие всего Заканчиваем Давайте попробуем Это опять я навязываю свою идею Не хочу ничего никому навязывать Мы поговорили, спасибо всем Смотрите наши скромные рассуждения Если есть вопросы, задавайте их себе И нам, если иногда хочется С вами был Роман Карасев И за круглым столом, за круглым прямоугольным столом Влад Андрей Андрей, да, не выключай пока Не выключай Если она имеет место, самое интересное, выключаться Да будет так И вот Роман говорил, мы говорили про установки И он говорит, я вот должен Я увидел его установку И меня вот прям подрывает вот это вот Ну должен, это мне может быть слово такое, паразит Знаешь, вот говорят такое слово Я должен быть соседями, да Действовать я пустую Я тебе говорю про себя Слово должен и у меня просто паразит Который вошел, и я не могу немножко его перефразировать Я не про это Потому что я услышал, у меня вот Желание во мне родилось Вот оно, потребность там, высказаться Но я его отследил И поймал И думаю, надо Роману дать договорить Вот когда люди-то перебивают Понимаешь, нужно выслушать Может быть Объяснение, вот как лекция идет Кто-то А вот вопрос, а вот вопрос Да подождите, дослушайте до конца И может быть эти вопросы, они найдут Уже не стоит задавать их Да, они потеряют свою актуальность Я ответил на твой вопрос? Ты хотел задать, а я тебе стой Но я ответил, нет? Ну да, ты показал мне мои установки Что я что-то хочу Вот у меня вот оно появилось, родилось Я должен его обязательно к миру явить Я должен, я должен Нет А вот как О, сейчас заканчивается Все-таки Ну и тебя нет Я не к тому, что мы можем А вот как вот Как можно какое слово подобрать К слову должен? Вот ты говоришь, тебе не очень нравится Вот это долг Почему? Или нет? Мне не нравится Оно не должно, не нравится Вопрос как использовать Я должен? А ты говоришь, нет, не должен Нет Мы определились, что есть Хочу, должен, целесообразно Ага, вот Опять мы в три Место, время, обстоятельства Хочу, должен, целесообразно У тебя появилось в этом мире Три уровня свободы Ты или живешь в должен И ты не получаешь удовольствия Или ты живешь в хочу Ты получаешь много удовольствия Но за это тоже отгребаешь Или ты Или живешь Вот то, что ты говоришь С соседями Целесообразно так с ними общаться Потому что они соседи А если бы это были твои враги и захватчики Которые пришли у тебя забрать это То Целесообразно было бы Общаться с ними Совсем по-другому Потому что они изменили свою роль Они не стали тебе соседями А стали агрессорами А с агрессорами нельзя разговаривать Как с друзьями Нет, вот этот слово должен Я понял твою мысль Смотри, Роман Пока ты не достиг такого состояния Ты должен совершать Ты должен быть то Все, пятое, десятое Но когда ты достиг этого состояния Ты уже никому ничего не должен Оно само это слово Оно исчезнет Само понимание Да Оно отпадет Скажем так Ты будешь другой парадигмен Да Причем И вот ты достиг этого состояния Вот говорят Давай ему скажем И пусть он сделает И все говорят Он этого делать не будет Потому что он такой И он этого делать не будет В данный момент Но обстоятельства могут поменяться И он будет за милую душу делать это все Может быть, если ему предложат что-то другое Даже не предложат Если поменяются обстоятельства То он может изменить своим этим самым Нет, я хочу сказать в общем Понимаешь, есть некое внутреннее состояние у каждого Которое характеризует слово личность Вот личность Она состоит из некого Такого вот содержательного материала И этот содержательный материал Ты в процессе взросления В процессе какого-то жизненного пути Формируешь сам Потому что Отовсюду Напитаться полезной информацией Можно отовсюду А вот что ты Примешь Что в тебе осядет Это другой разговор Поэтому Вот Содержательный материал каждой личности Он, конечно же, различный Но обстоятельства могут изменить Прямо резко На 180 градусов Но мне больше нравится Это когда Вот закончив Вот мой политизированный пример Вот что сейчас происходит С этим известным персонажем Которого мы уже 2 года и 8 месяцев Наблюдаете На мой взгляд Это личность Это сугубо личностная история Тут есть политизированных До хрена всяких там Сопутствующих вещей Просто человеку У человека был выбор Вот либо ты поступил Ему обстоятельства Тот, кто управляет обстоятельствами Сузили Выбор до двух состояний Либо ты идешь по этому пути И тогда ты не теряешь лицо Либо ты идешь по второму пути Тогда ты потеряешь лицо Ни третьего, ни четвертого пути у тебя нет И вот он Он Выбрал первый путь Когда он не потеряет лицо Вот Это моя такая сугубо личная оценка Потому что Я знаю вот эти ситуации Когда тебе Причем не понаслышке Когда тебе суживают выбор И ты видишь только два пути Либо такой, либо эдакий Почему-то мне кажется Два пути это уже выбор А хуже когда у тебя выбора нет Ну Вот так У него как раз было два пути Остаться там И в какой-то мере потерять там лицо Оттуда Откуда-то издалека забывать Или приехать сюда И не потерять лицо при этом Вот Я приехал Хорошо Опять же Это моя сугубо личная такая Субъективная оценка Да откуда мы знаем Ну Ну Как бы Как чего Где-то Да Только за себя надо Да Отвечать И уважать выбор другого Конечно Вот Выбор Даже если вот Ну как бы человек От тебя отказался И что происходит Потому что там слияние И границы Надо Хватит уже Все Все Закрываем Нету еще Нашу телегу До скорых встреч Надеюсь А нам понравилось